МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 июля. На Никопольском городском кладбище был замечен гражданин, оскверняющий могилой членов семьи одного из бывших директоров заводов и расплавов. Он уже закончил свою грязную работу и, видимо, получив некое маниакальное удовлетворение, собирался уходить. Однако в этот раз пути к его отступлению оказались закрытыми. Добегая к памятнику, вижу, дедушка уже закончил что-то делать, собирают краски, я к нему. Я когда подбежал к нему, подошел, посмотрел, его рука в пистолет, чем меня насторожило. Я не стал подходить, вижу настоящий пистолет, и я за ним начал бегать по кладбищу. Подоспевшим на место происшествия работникам городского отдела внутренних дел без проблем удалось задержать правонарушителя. Им оказался 79-летний пенсионер, бывший работник заводов и расплавов Юрий Туранов. В свое время на НЗФ он был машинистом разливочного крана, монтером, грузчиком, осмотрщиком вагонов. Ушел на пенсию в 1989 году. Отрицал факт о том, что на протяжении, опять же, длительного промежутка времени, без каких-либо причин, он действительно оскоренял могилы, он обрисовывал рекламные бигборды на территории Никополя. Более того, он не сожалел о том, что он совершал, и впоследствии, он говорил, он будет продолжать совершать подобное. Три баллончика с краской красного и черного цветов были не единственным оружием пенсионера-графитчика. В момент задержания в арсенале у вандала оказался пневматический пистолет ТТ и баллончик со слезоточивым газом Террен. Свои поступки задержанный объяснил личный непризню к бывшим директорам НЗФ и маленькой пенсии. Он был готов к тому событию, что рано или поздно в любом случае его задержат, и он был готов к тому, чтобы этому задержанию противодействовать. Его поступок он труднообъясним, труднообъясним, и логика поведения этого человека, она непонятна. На преступном счету графитчика вандала целый список неизменных художеств, порочащие надписи на дорогах, заборах, стенах, памятниках. Это он жег скаты на надгробной плите сына заслуженного ферросплавщика Бориса Величко и рубил кусты вечно зеленой туи, что была посажена в память о дорогом и близком человеке. А если говорить по-простому, то это просто неудачник, несостоявшийся в жизни человек, лузер, как нынче говорит молодежь. Руководствуясь чувством зависти к достижениям других, он решил всю черноту своей души обрушить на них, более достойных людей, своим умом и трудолюбием, завоевавших место в жизни. Наверное, решил отомстить им за собственную умственную слабость, отсутствие какого-либо профессионального роста и продвижения по службе. А так как он оказался еще и трусом, то кладбище для него явилось именно тем местом, где он мог развернуться, почувствовать себя равновеликим заслуженным людям и безнаказанно поглумиться над умершими. Когда задержали его, позвонил Борис Федоровичу, говорю, есть две новости, одна плохая, одна хорошая. Они говорят, опять обрисовали, я говорю, да. Я говорю, ну хорошая новость, что и задержали. Ну потом уже отошел, через два дня мы встретились, он как бы помолодел, такой бодрячком стал, хочешь уже, я говорю, памятник. Мы на второй день помыли его, с разрешением мы подождали, пока там милиция снимала, так, отпечатки, потом уже все, я выделил бригаду, помыли, вымыли растворитель. Гранитную плиту можно помыть, зеленые туи посадить вновь. И лишь только совесть человеческую не очистить растворителем, не излечить отравленную злобой душу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова